Всем огромный привет! Вы на канале о вязании. Вязаная жизнь Шульетта Эка. И сегодня я хочу поднять такую тему, которая оказывается очень интересна и волнищна для многих. Сейчас она была для меня довольно-таки актуальной, поэтому я хочу о ней поговорить. Это творческий кризис. Просто кризис, я не знаю, либо творческое выгорание. Каждый смотрит, как ему удобно, так и называет, наверное, правильно сказать. В общем, сразу говорю о том, что я не знаю, включу ли я этого в лох, а возможно, сделаю небольшим коротким видео, чтобы подытожить все свои моменты, от которых я просто пропала. И давайте так, говорю я то, что я поняла, то, что я чувствовала, и к чему я пришла, и как я с этим боролась. То есть это все я делюсь своим просто личным опытом. Я не говорю, что он правильный, предъявляет на какие-то там звания и лавры. Я сижу перед вами просто в домашнем виде, да, в домашнем платье и без мейка. Жду, пока мои дети вернутся с прогулки. На улице уже 8 вечера. Сестра ушла на работу, вот и решила я поболтать с вами. В общем, такое длинное лирическое вступление. Спасибо, кто досмотрел дальше и решил, что все-таки это интересно. Поэтому сразу говорю, если с вашим мнением это мнение не совпадает, если вы по-другому боролись, можете написать об этом в комментариях, но говорить что-то глупое и неправильное, я думаю, не стоит. Ваше мнение – это ваше мнение, мое мнение – это мое мнение, мой опыт, моя личная жизнь. И вот, получилось так, что я довольно длительный период времени, да, занималась вязанием. Вяжу я только исключительно для себя и своих близких. Не хочу я вязать на заказ в силу многих причин. Я уже как-то рассказывала и возвращаться сюда тоже не буду. И вела свой блог в Инстаграме, не особо даже сильно активно, но вела, да. И у меня есть две группы в социальных сетях, это в Фейсбуке и ВКонтакте, где я просто делилась всей той информацией, которую я находила, вдохновлялась ею. То есть это фото, видео, красивые там модели. Мне это было интересно, я сохраняла. В принципе, группа моя-то так и появилась. Сначала ВКонтакте, когда в Украине заблокировали ВКонтакте, я создала группу в Фейсбуке. Благодаря этому я нашла много единомышленников, за что я благодарна. YouTube создался канал уже на фоне этих всех групп. И как бы я всем этим длительный период времени занималась. Плюс у меня еще, как ни крути, творческая работа. Занимаюсь я написанием статьи, о чем я уже рассказывала. Так вот, и получилось так, что я занималась всем этим длительный период. Как ни крути, это творческое вложение своей личной энергетики, то есть вязание, группы, общение с вами на камеру. Какой-то негатив со стороны подписчиков все-таки бывает. Да, огромное большое спасибо всем тем, кто позитивом заряжает и говорит добрые, теплые слова. Я за это очень благодарна. Это очень помогает, поддерживает, мотивирует. В общем, я вам тоже в этом деле благодарна безумно. И вот получилось так, что я в этом всем варилась. И помимо этого всего у меня начались дома свои личные семейные проблемы со здоровьем. Говорю сразу, в моей семье, в окружении близких моих людей. Это очень сильно угнетает. Когда просто болеет один человек, второй человек, ты болеешь. Когда серьезные болезни, это тебя сильно-сильно угнетает. И ты начинаешь в этом всем бориться. Что и как я не буду говорить. Я рассказывала о влоге, и я думаю, нет смысла опять же выносить об этом негативе. Просто так кратко сказала, что и этот момент создал такой вот огромный ком. Как знаете, как снежный ком, в котором все накапливается, скатывается, скатывается. И дошло до того, что я просто перестала вязать. Нет, сначала я перестала вести вот в социальные свои сети. Периодически что-то интересное попадалось, я делилась. Но это было так, капелька в море. Да, еще у меня есть и на пастила. По-моему, так звучит, да, пастила. И есть на Пинтересте, я там тоже делилась просто моделями журналов. Какими-то вязанными моделями, которые нельзя, то есть нужны авторские права. И тоже я делилась там в основном. В принципе, кому интересно, я давала ссылочки, можете там посмотреть. И в итоге вот это все, вот этот снежный ком отвернул меня. А сначала я пропала в социальных сетях. Потом на ютубе стали появляться просто те видео, которые были записаны более ранее. И которые, ну, как бы, плюс нарушены были планы мои, да. У меня были одни планы на лето. Получилось, что нужно было все это задвинуть. Ну, получилось так. Ну, что ж ты сделаешь? Эта жизнь мы, как бы, как говорится, человек располагает. По-моему, да, Бог предполагает. Или как-то так вот говорят. Ну, наверное, где-то оно и есть. В итоге я просто перестала вот вязать. Еще в итоге. Это была уже последняя. То есть у меня были какие-то работы начаты. Я понимала, что я их хочу закончить. Были прорывы, да, моменты, когда я вязала много. И вот мой сиреневый джемпер, который я покажу. Или показала. Ну, в общем, если показала, то будет ссылочка. Если еще покажу, то милости прошу. Подписывайтесь и смотрите. Готовы в своих работах. Там я рассказала о том, что именно этот витр был очень быстро связан. До рукава. Несмотря на то, что там дает, я рукава не сильно люблю вязать. Рукав был быстро один связан, второй вот начала. И вот все это все уже скопилось. И все. Меня отрезало. Я этот рукав вязала очень долго вторую. Ну, закончила я, в принципе, для себя джемпер быстро. Джемпер правильно звучит. И в итоге мы все-таки, ну, как бы все разрешилось. Да, ситуация как бы, ну, пусть она даже в негативную сторону разрешилась, но она разрешилась. Билеты у меня были куплены к сестре ехать в Запорожскую область. И мой муж решил, что нам правильно с сыном все-таки поехать. Мы уехали. И я ему очень за это благодарна, потому что здесь я смогла перезарядиться, перезарядить свой мозг. Более насытиться. Ну, я находилась с сестрой, с которой я давно хотела встретиться. Да, как бы мы видимся пока раз в год. Ну, как бы чаще сложно получается. Пусть детки учатся. У нее работа, у меня как бы тоже семья. И вот все-таки, ну, как бы в окружении детей. Дети все-таки это позитив, как ни крути, да. Какой бы это ни был позитив и сложный или нет, но это позитив. И в итоге я зарядилась. Я вам честно скажу, у меня появился интерес к чему-то, к работе. Вот болтаю с вами сейчас даже, да. Я очень быстро связала ребенку кофту, довязала, что еще. Начала вязать очень активно рука в сестре. Пряжи, правда, не хватило. Я во влоге рассказывала, если что, тоже на влог ссылочку оставлю. Другие работы начала вязать. У меня, по идее, есть идеи для записи видео. И такие прям интересные идеи. Надеюсь, вам тоже они будут интересны. И я стала понимать, что я все-таки позитивом зарядилась. Поэтому я пришла к выводу, что если у вас накопилось огромное множество проблем, первым делом нужно дать себе время отдохнуть, перезарядиться. Если у вас действительно идет творческое выгорание, творческий кризис, у вас не рождаются никакие идеи, вы не хотите ничего делать. Сейчас еще знойное лето. В Украине так это точно. Просто невыносимо. Вот сейчас 8, начало 9, дышать нереально. Открыты все окна в квартире. И даже никакого ветерочечка. Ощущение, что там где-то свежий воздух пролетит. И даже ощущение того, что какой-то там ветерочечек, прохлада какая-то будет. Поэтому нужно дать себе перезарядиться. То есть дать паузу, ставить паузу. Не паниковать. Я тоже была в шоке. Как это так? Я вяжу, не хочу вязать. Что же будет дальше? Что же мне делать? Все это. Просто отпустить ситуацию. Следовать принципу. Вы можете повлиять на ситуацию? Пожалуйста. Зачем тогда нервничать? А вы не можете повлиять? Тогда зачем нервничать? То есть вот этот принцип нужно принять. Потому что многие говорят, но принять его не всех получается. Поэтому советую принять этот принцип. Приняв его, вы поймете, что перезарядиться получается все-таки. И поэтому я себя сейчас более активно чувствую. Надеюсь, работа пойдет более на упадок. И еще один момент, совет мой. Если среди вас есть энергетические вампиры, которые вас съедают энергетически, то настоятельно рекомендую родиться от них. Между прочим, это могут быть не просто люди, которые вас рядом окружают, а люди, которые даже в социальных сетях, с которыми вы общаетесь. Эти тоже люди могут быть энергетическими вампирами. Мне кажется, для меня, у меня были такие люди. Они ушли на второй план. Я не говорю, что оборвать все связи. Ну, это ваше право, вы можете и оборвать связи. Но поставить общение на какую-то длительную паузу можно, в принципе. Вот таким вот образом боролась с творческим кризисом я. Сейчас у меня больше энергии и сил. Надеюсь, кому-то была информация полезна. Если было полезно, дайте знать в комментариях. Я буду благодарна вам. И до новых встреч. Обещаю, что это видео выйдет без какого-либо монтажа и обработки. Вот как я болтала с вами, так и выгружу его на канал, когда вернусь домой. Но, наверное, не сразу. Сразу я хотела бы поделиться влогом о своей жизни. А уж потом решу, в какой последовательности снятые для вас видео. Здесь я снимала видео, выгружу. До новых встреч. С вами была ваша Юля.